Здравствуйте, уважаемые представители знака Зодиака, весы, общий астрологический прогноз на октябрь 2023 года. Я поздравляю вас с вашими днями рождения и поздравляю вас с вашим солнечным затмением. Ура! Первое солнечное затмение в вашем знаке Зодиака 14 октября. Это праздник Покрова, а также многие другие праздники празднуются в этот период. И время свадеб, традиционное время свадеб. У кого день рождения 14 октября плюс-минус несколько дней, это будет мега-мощный, мега-важный год, ваш личный Новый год для вас. Ух, очень-очень мощно! Кто смотрит, ребята, по асценденту весы? Посмотрите, 21 градус весов, что там у вас? Кто знает, кто смотрит по Луне, может быть, тоже, да? И вообще, 21 градус весов, кто разбирается, посмотрите, что там у вас. По этому градусу будет идти солнечное затмение, энергия солнечного затмения. Когда солнечное затмение в Первом доме, это ощущается как новая жизнь, как новое рождение, как день рождения. Все вы будете чувствовать 14 октября как день рождения, вне зависимости от того, когда вы реально родились. Даже сентябрьские весы вы тоже прочувствуете очень мощненько это солнечное затмение. Еще в начале месяца тоже много интересных транзитов, но именно середина будет для вас наиболее важной. По солнечному затмению может быть у вас новая работа, новая должность, новая зарплата. Кто-то может сделать документы и даже поменять имя, фамилию или взять псевдоним. Свадьбы или разводы, кому что нужно, может быть и так, и так. Оформление каких-то важных документов, бумаги, трудовые соглашения в том числе. Вообще Первый дом отвечает за все, за все и сразу. Поэтому у вас реально может быть все и сразу. У вас могут быть кардинальные изменения в жизни. Прежде всего потому, что вы сами весы, кардинальный знак, кардинальных перемен. И все ваши перемены в жизни, скорее всего, связаны с неким партнерством, либо партнерствами. Это рабочие соглашения, это семейные соглашения, это какие-то узы брачные или деловые. Они очень важны для вас и определяют вашу жизнь. Здесь девушка, например, по такому солнечному затмению, может либо взять фамилию мужа, если у вас свадьба, либо развестись и вернуть себе девичью фамилию. Это пример по такому затмению. В любом случае затмение вам что-то дает позитивное, вы этому рады. Солнечное затмение всегда о радости, это всегда новолуние, то есть что-то новое. Может быть и новоселье, новый документ, новая работа, все что угодно. Новый муж, новая жена тоже. Может ли быть обновившись, если вы сейчас спрашиваете о бывших? Вы знаете, ребята, Венера была всё лето во Льве и стала, или если вы смотрите, например, меня ещё до 4 сентября, то встанет. В общем, 4 сентября Венера директно. Но потом у неё ещё есть такой теневой период 40 дней после 4 сентября, когда ещё идёт эта энергия ретроградности. И я так скажу, что даже больше интуитивно я чувствую, нежели так смотрю чётко, что у кого-то из вас, да, это возраст бывших, если вы их ждёте. Это очень может быть. Почему? Потому что есть аспекты воскрешения отношений. Да, вроде бы уже не ретро-Венера, и вроде бы уже нет ретро-Меркурия, но там ещё у нас другие планеты ретроградные, и транзиты у вас идут по 12 дому мощненькие. Вот смотрите, давайте сначала начнём, да, 3 октября в вашем 12 доме лилит. Лилит — это фиктивная точка, это, знаете, как призрак некий. И 12 дом — дом призраков, дом прошлого, далёкого прошлого, всего очень-очень дальнего, прошлых жизней и каких-то, ну, мега-забытых уголков земли. И мега-забытых уголков, в кавычках, уже в вашей жизни. И лилит будет в вашем 12 доме целых 9 месяцев. Поэтому очень может быть, что к вам возвращается ваше прошлое, даже тот человек, про которого вы вообще забыли думать. То есть такой эффект, да, ты что, воскрес, ну, что-то такое. Звучит, конечно, грубо, но здесь есть такой момент, знаете, по старшему Аркану суд. Да, как будто будет откуда-то, не знаю, из шкафа вышел. Ну, знаете, как говорят. В общем, здесь могут быть отношения восстановлены, которые были у вас тайными, тайными и давно забытыми. Очень может быть. Кроме того, что лилит в вашем 12 доме, Венера, понимаете, ребята, Венера в 12 доме. То есть Венера воскрешает какие-то ваши отношения, воскрешает, возобновляет, реставрирует, приводит в порядок. Здесь духовная Любовь. Здесь Любовь очень мощная, очень сильная. У кого-то из вас мистическая. Кто-то из вас, если вы одиноки, может в октябре месяце встретить партнёра из прошлых жизней. То есть это новый человек, вы его ещё в жизни, в физическом теле, текущем, ещё не видели. Но это человек, с которым вы уже были в других телах в прошлых жизнях. А у кого-то, может быть, и в этой жизни вы скажете, ой, это как будто из моего прошлого человек, я уже совершенно другая. Может быть, и правда. Вы встретите человека, например, с которым были знакомы, когда были в другом теле, в другом весе, с другим цветом волос, с другой фамилией. И он тоже самое, да, может быть, уже с другим цветом волос, в другом теле и с другой фамилией. И всё может быть. И Меркурий в вашем первом доме 5 октября по 22 октября тоже говорит о том, что вы будете с кем-то общаться. С кем-то, может быть, знаете, и со всем миром, конечно. У вас здесь может быть какие-то, если есть родственники или партнёры, друзья, клиенты за границей, то вы прям реально как со всем миром общаетесь. Но и с потусторонними силами вы можете общаться, и с людьми как бы из прошлых жизней вы можете общаться. И реально можете встречать людей, с которыми были знакомы в прошлых жизнях. Вы понимаете, что, может быть, не все из вас в это верят. Поверите в это месяц, скорее всего. Как узнать по глазам? Если у вас деловой только контакт, если же у вас контакт личный, то первое объятие обычно вам точно говорит. Душа ваша отзывается и говорит, что этого человека мы уже знали. Да, вот такой эффект. Так что, если вы никак были довольно-таки строги, может быть, интересовались только точными науками, как астрология. Астрология — это тоже точная наука. То в октябре, возможно, попахнет, запахнет, будет попахивать магией. Кстати, октябрь — это магический период. Потому что Хэллоуин с 1 октября, 23 октября в этом году. Солнце переходит, Скорпион — знак мистики. Поэтому чем дальше к ноябрю, тем больше мистики, и тем больше вы её будете замечать. Аспектов чего-то тайного, скрытого, прям очень много. Кроме того, что в вашем 12 доме и Венера, и Лилит, и в вашем 1 доме Меркурий, посредний, который снижает все миры, у вас ещё и транзиты идут по 4-му дому гороскопа, мощнейшие. Плутон, Аид, царь подземелья, разворачиваются в директное движение 11 октября в знак сняка Козерог. Вау! То есть тоже, знаете, такой эффект, как будто кто-то бы из прошлого возвращается. Меркурий в вашем 1 доме, он вообще, знаете, он такой вот по всем мирам ходит. Если вы знаете мифологию, то Меркурий и среди богов, и среди людей, и в подземном мире бывал. И вот здесь как будто бы Меркурий встречается с царём подземного мира, с Аидом, с Плутоном, и происходит какое-то очень важное информирование о вас. Смотрите, что вам будет сниться в октябре, потому что ваше бессознательное буквально может вам такие невероятные вещи выдавать. Так много вы всего можете узнать. Поверьте, уважаемые весы, будет мистический месяц, много очень мистики. Вам могут сниться сны, вам могут сниться ушедшие в мир иной предки. И какую-то конкретную информацию вы будете слышать. Также по Меркурию вы, может быть, будете обращаться к кому-то. Кто-то из вас, у кого больше прокачаны эти способности, вы будете сами медиумом, посредником связываться самостоятельно. А кто-то будет обращаться к торологам, к мистикам, магам, к шаманам, к эзотерикам. Люди, которые могут считывать информацию просто ясно, знанием, вообще без ничего, через камни, возможно. Гадание на соли, на кофейной гуще, работа с воском, торо, карты. Это всё будет очень для вас актуально. Или вы этим будете заниматься, или вы будете обращаться, или вы обратитесь, потом у вас появится интерес, если вы сами этим будете заниматься, все возможные варианты. Мистики будет много, контакта с миром тонким, много и большей частью, я должна вам сказать, это мир грубых, тяжёлых энергий. Это подземный мир, там, где много информации, возможно, той, которая нежелательна. Это ид, это наше бессознательное, в том числе коллективное бессознательное. А там много тьмы, там много запрещёнки, там много 18+, там очень много чего. И страхов, и войн, и ужасов, и катастроф, и память глубинная, родовая об концах света и обо всём на свете. Вот очень много такого всего, очень много. Вы набридаете силу, вы входите в силу, род ваш вам помогает в этом месяце. Поэтому ловите подсказки, обращайтесь к людям-посредникам. Можете обратиться ко мне за Таро-раскладом, либо за гороскопом. Также я работаю с маятничком, работаю с рунами, с оракулами. В общем, применяю все средства, которые у меня есть, для того, чтобы вам помочь. Пишите, пожалуйста, на вайбероваться по телеграмм, мой номер телефона оказан на экране, также в описании, в комментариях под видео. И слушайте дальше этот гороскопчик. Знаете, ребята, всегда, когда вы прорабатываете своё бессознательное, вы становитесь богаче. Да? И когда род вам начинает помогать, вы становитесь богаче. Открываете свои таланты. Что там закопано в земле? Там много чего закопано. И сундуки с золотом тоже. Да, может быть, вы в этом месте достанете уж слишком много скелетов из шкафа. И это, может быть, ненужные совершенно вам вещи. Но вы также можете откопать свой талант, который на вес золота. Вы можете начать зарабатывать на каком-то своём хобби, увлечении, таланте, которое считается немножечко таким, но неприличным. Может быть, чем-то таким, что нельзя показывать. Или о чём стыдно сказать. Или если вы скажете, кто-то покрутит у виска. Это первый вариант. Второй вариант. Вы начнёте зарабатывать из дома. То есть просто реально у вас физически. Никто не будет видеть, никто не будет понимать, что вы там делаете. Тут, может быть, уже и без всякой мистики, и без магии. По четвёртому дому, возможно, вы зарабатываете деньги, ухаживая за кем-то. Сиделкой, либо нянечкой. Также абсолютно любая работа, в том числе удалённая работа за компьютером, проходит здесь же. И руками, если вы какое-то мастерство, печёте тортики дома. Сюда же. То есть любая работа из дома, которая скрыта и скрываема. И, возможно, вы, правда, боитесь даже об этом говорить. Может быть, вы не хотите быть публичным. Может, вы скромный человек от природы. А может быть, ещё по какой-то причине. Я не знаю. Смотрите сами. У вас в этом месяце идут налогонеблагаемые доходы. Доходы могут также прийти от сдачи недвижимости. И от ваших, скажем так, тёмненьких талантов. Понимаете, как хотите. У кого-то это просто работа ночью. Ничего такого страшного. Просто почему тёмная работа? Потому что ночью работаете. Следующее событие. Это переход солнышка. Переход солнышка в ваш второй дом. 23 октября, о чём я уже сказала. И также переход Марса туда же. Точнее, Меркурия туда же. Ваш второй дом денег. Это всё про деньги. Много очень денег будет именно в третьей декаде октября. И лунное затмение в доме денег. Правда, если Солнце и Меркурий переходят в дом заработков, то затмение Луны будет в доме самых больших денег, совместных капиталов. Ну и 31 октября, видите, Хэллоуин. То есть на пороге Хэллоуина. Обратите внимание, вот эти два затмения. Сейчас, пожалуйста, обратите внимание на экран. Именно, чтобы вы запомнили визуально. 14 октября солнечное затмение в вашем знаке Зодиака. А 28 октября лунное затмение в Тельце. Это ваш дом денег, больших денег, капиталов и наследства. Вы можете получить наследство, финансы, либо недвижимое имущество, либо движимое имущество, пенсии, кто ждет пенсии, выплаты по страховкам, по больничному листу, а также потерпевшим выплаты от каких-то крупных катастроф. Если вы знаете, если вы сами, да, конечно, не дай бог, но в такой ситуации, но здесь выплаты идут. Вот такие болезненные моментики и моменты. Ну, ребята, у кого как? Я вам честно скажу. Потому что у кого-то, честно говоря, может быть, что это? Ну, моментик, да, пунктик такой, что, например, вас муж сильно обидел, и вы получаете от него цветы. Да, это на самом деле, ну да, это тоже для вас может переживаться очень страшно, но по сравнению с тем, что у кого-то здесь может быть потеря близкого и цветы, то это вы понимаете разницу. Думаю, вы понимаете. Это общий гороскоп. Прошу вас, пожалуйста, это учесть. Это не ваш личный. Не принимайте прям всё на ваш счёт. Общий гороскоп и общие расклады – это как оверсайз, унисекс одежда. Если вы хотите своё личное, нужно обращаться лично, чтобы с вас сняли мерочки, сделали примерочки и сделали вам конкретно костюмчик. Ваш личный гороскоп или ваш личный второй расклад. Обращайтесь, ребята, конечно же, за своими солярами, потому что ваш день рождения – это мега важный период, который определяет следующий весь ваш год. Тем более, если у вас день рождения где-то близко к солнечному затмению, к 14 октября. Это будет мега важный для вас год. Обращайтесь лично ко мне для заказа своего соляра гороскопа на год. А также я выполняю Таро-солярчики. Это выкладка из 12 карт Таро по 12 сферам гороскопа. Я делаю абсолютно все любые другие типы работ, обращайтесь, рада вам, буду помочь. Для вас очень важный месяц. И самое время обращаться к людям, помогающим в профессии. Держитесь. В месяц такой гудящий ваши дни рождения. Вы прорываетесь. У вас могут быть очень большие перемены в жизни. Также у вашего рода, в вашем роду может быть смена в роду. Через разные истории. У кого-то может быть из вас самое крупное, кто из вас это уже переживает, возможно, то пишите, пожалуйста. Но тут самое мощное, это может быть, например, переезд, эмиграция в другую страну, сопровождающаяся, например, разводом. И у вас смена работы. То есть вы, например, с работы увольняетесь, и разводитесь, и переезжаете вообще в абсолютно другую страну, работать, например, фрилансером и жить вдалеке от всех родственников. Может быть такой эффект, что вы как будто бы потеряете родственников, потому что вы куда-то переедете. Такое тоже бывает. Ребята, вы не воспринимаете всё. Прямо ещё разочек вам скажу, потому что энергии у всех проигрываются по-разному. У кого-то в меньшей, у кого-то в большей степени. Вы должны понимать, слышать своё. Выбирайте своё, берите лучшее для себя из данного гороскопа, пишите добрые, светлые комментарии, обращайтесь за своими личными гороскопчиками, подписывайтесь на канал. Всего благ, всего доброго.